Да, да, да. А на самом деле летит, наверное, мужик и орёт. Помогите! А мы такие-то... И, кстати, больше людей на велосипедах катаются, на досках, на роликах. Вообще, потому что дороги стали лучше. Потому что я помню в своё время, на самом деле, ни на каких роликах ты даже не думал кататься. Потому что была просто ухаба на ухабе, яма на яме. Какой там ролики. А вот наша чекаловская лестница, которую строили. Она вот туда вниз. Да, она уходит вот туда вниз. Который строили пленные немцы. Вот, ребят, вот Россия, да? Вот и Россия, матушка. Вот так вот. Да, да, да. А на самом деле летит, наверное, мужик и орёт. Помогите! А мы такие-то... На самом деле это не олени, это должен быть лось. Потому что олени в нашей области не водятся. Так, ребят, мы вышли погулять по набережной, которую отреставрировали в какой-то момент. И тут просто невероятно красиво. Вот, друзья, на что-то привели. Смотрите, отреставрированные здания. Какое-то просто очень красивое. Выглядит как... Да, вот ребята только что ездили в Петербург, говорят, выглядит прям как в Петербурге. Вот. Настоящая огромная какая-то усадьба. Просто класс. А самая-то главная красота, это вот здесь. Посмотрите на эту набережную. Посмотрите на эту красоту. Посмотрите на эту Русь-матушку. Матушку, да. И вот мы сейчас в кафе посидели. В общем, просто благодать. Люди становятся, мне кажется, добрее. У них появляются какие-то средства. Когда у них появляются средства, они хотят тратить. Они их тратят. Получают, что настроение улучшается. И, в общем... Провышается работоспособность. Да, все лучше работают. Растет экономика, ВВП. Жизнь становится лучше, жизнь становится веселей. Вот. Жизнь становится хорошо. И, кстати, больше людей на велосипедах катаются, на досках, на роликах. Вообще, потому что дороги стали лучше. Потому что я помню в свое время... На самом деле, ни на каких роликах ты даже не думал кататься. Потому что была просто ухаба на ухабе, яма на яме. Какие там ролики. Вот. А сейчас прям становится вот прям здорово. Вот. Ну и вот вы увидите, конечно, вот тут невероятно красивая атмосфера. Вот. Просто благодать. Вот так вечером погулять с ребятами, с друзьями. Это просто класс. Вот. Наши девчата... У нас блогеры уже на каждом шагу, честно говоря. Ну, очень многие вот так снимают. Даже в спортивном зале сидишь. Ты можешь фотографировать? А там ведутся ролики. Давай. Давай. А, ты знаешь? Да. Ты сможешь... Нет, нет, я просто фотографирую. Скажите, пожалуйста, пару слов о Нижнем Новгороде. Мы вот незнакомца встретили на улице. И буквально хотим спросить. Это очень красивый город. Приезжайте все к нам. Любуйтесь Волгой и Акой. Все, все. Перестаньте. Я вас спросил пару слов. Не надо... Это рекламный агент. А вот вы скажите пару слов. Замечательный город. Это место, где встречается Ака и Волга. Ба, так. Все, все, все. Спасибо. Я не поняла вообще. А вы плохо рассказывали, плохо рассказывали. Что такое честное Новгорода? Слушай, давай сфотографируй нас. Так, все. А вот наша Чикаловская лестница, которую строили. Она вот туда вниз. Да, она уходит вот туда вниз. Которую строили пленные немцы. А это памятник Чикалову. А это вот крепость, собственно говоря, одна из башен. Вот сделали. Смотрите, к съезде. Какие молодцы. А, нет, дальше тоже делал. Ладно. Хотел ругаться. Хотел ругаться. Так. Здесь осторожнее. Тротуар. Ага. А тут тротуар есть? А как же туда забраться? Ну, в общем, где-то тут оно, наверное, есть входик. Эх, Тимошка, ничего ты не запомнишь. Вот для этого я снимаю, чтобы ты потом мог посмотреть, что-то тут был. Что ты тут был? Мы тебе не придумали это. Тимошка такой смотрит тоже с интересом. Ага. И вот тут народ тусит обычно. Вообще прикольно. Хорошее место потусить. Вот она Чикаловская лестница. Сейчас мы ее снимем. Саму такую. Красивую. Смотрите. Вот она Чикаловская лестница. Во всей своей красе. Ребята, мы сейчас гуляем вечером внутри Кремля. Правда, мне обещают, что мы сюда попадем и днем. Поэтому, ну, я чуть-чуть тут поснимаю. Вот смотрите, какие интересные картины. Видите, вот танк. Так вот, они сделаны из маленьких фотографий. И вот это вот слева, тот самолет летит. Сейчас вот мы можем подойти и посмотреть. То есть, вот это не нарисовано. Это сделано маленькими фотографиями. Причем фотографии участников. То есть, смотрите, вы можете посмотреть. А здесь вот тоже залповый огонь. Катюша. Тоже, если подойди, все это маленькие фотографии. А причем вон там сверху можно походить. Только мы не знаем, кто попасть. Сейчас вечер, сейчас нельзя. Вон там, вон лестница. Вон лестница. Сейчас закрыт. Может быть завтра пахнем наркотиком. Да? Не знаю. Как будто травой, да? Травой, да. Да, потому что это либо навоз, либо трава. Какие интересные разбросы. Смотрите, техника стоит военная. Броневик. Класс. Бронеавтомобиль. Кстати, здесь даже написано. О, на нашем заводе, кстати, выпускалось на Горьковском. Класс. А тут Катюша. О, здесь солнышко сделали из цветочков. Класс. Ребят, а теперь смотрите, вот мы гуляем около мэрии, по-моему, это, я думаю, мэрия города. И тут, посмотрите, какая штука. Вот это просто прикол, конечно. Я в Америке такого не видел. Смотрите, вот впереди эта газонная косилка ездит, ребят. И она потихоньку, тут, я так понял, кусит. Это просто прикол. Ну, мы так, по крайней мере, думаем. Главное, она бесшумно это делает. Мне кажется, кто-то сейчас в мэрии сидит и прикалывается, на пульте управления вводит ее. Сейчас как набрусится. Либо просто прикол. Чуть пылесос. Прикол. Так, Хосквар, на. Автомовый, да, нет, реально, это газонная косилка. Ребята, вот такие вот дела. У нас сегодня с 11 утра здесь работают. Прикол. Домашний, как домашнее животное. Давай. А можно погладить. Как разаряжаться? Куда она уезжает заряжаться, интересно? Кстати, они же... Закса бараньевая. На солнечных батареях? Забавно. Нет, ребят, ну вы такое видели. То есть здесь люди проходят, и как мы смотрят, типа, что-то происходит. Слушай, это первый... Ребята, ребята, это первый газон, который я увидел. Это реально тут первый нормальный газон во всем городе. Так, Дим, ты должен рассказывать про газон-косилки, которые везде у нас такие. Кстати, ребята, нам, девчонки, всю малину испортили. Мы с ребенком подкрались с девчонками, заговорили о газонокосилке. Хотели познакомиться. Да, а тут, короче, подкатились с коляской и вообще все. Подкатили другие девчонки, которые тоже с нами хотят познакомиться. Которые уже давно с нами познакомились. А мы не хотим. Нам такая штуковина нужна. Да, я смотрю, все тут загорели. Слушай, вообще прикол. Я вообще первый раз такую газонокосилку. Вот, ребят, вот Россия, да? Вот и Россия, матушка. Вот так вот. И вообще, посмотрите, как здесь красиво. Давай, возьму, давай. Хочу ей пары, я вот одну. Вот, вот, я нужна была тот же самый вопрос. Слушай, может быть, чтобы ее увидели? Да, наверное. А то будет все подсорить, как страх. Слушай, ребят, хватай, мы бежим. Серег, тебе нужна такая еще пульс? Видишь, что-то проснулись-то? Российские. Какие прогонные фары. У них фары какие, да? Прогонные. Как гоночная машина. Да, прям такая... Так, Серег, я отвлекаю людей, а ты хватай, беги. О, у нас коляшку можно положить, как ребенка. Увести. Ребята, а здесь вечный огонь. А здесь вот у нас какая-то церковь. Причем здесь какая-то... Серег, здесь что, оружейная какая-то, да? Что-то там? Нет, оружейные склады мы уже прошли. А это церковь? О, вот смотрите. Вот рабы, рабы. Вот так. Русские. Русские крестьяне. Да. Крепостные. Крепостные. Кстати, рабам пора платить. Так, на костер рабов. За непослушание. Ну, ты ладно. Кстати, прикинь на каком расстоянии. Небольшие, значит, очень большие шарики. Нет, шарики всегда светятся. А, воздушные шарики? Это шарики, да, да. Это хапка шариков. Две хапки шариков. Две связки шариков. Да, да, да. А на самом деле, летит, наверное, мужик и орет. Помогите! А мы такие... Ребята, а вот смотрите, как интересно. Вот мы забрались, получается, внутри крылья. Получается, вот наверх. И вот стена, да? Вот, за моей спиной стена. Смотрите, вот я спрашиваю Сергея. Я говорю, а как... Ну, мы стоим фактически на уровне высоты крыши. Говорю, это тут сейчас так сделали или как? Говорят, что нет. Вот так оно, в принципе, и было. То есть... Ну, так интересно, как-то, да? Вот крылья. То есть ты видишь прямо туда. Вот. А печенеги... Печенеги залезть не могут. Да, дальше добрых. Да, да, да. И печенеги залезть не могут. Вот. Но там вот видишь, на нижнюю часть города. И вот моя кремлевская стена. Вообще здорово. Да, это Дима снимает, да? У нас... У нас тут масло жир-комбинат. Вот эти ароматы в реке, деревья, в березке родной. Липа. Липа. Как же вкусно пахнет нижним. Свежего хлеба. Вы чувствуете это? Свежего хлеба. А пахнет какой-то какашкой. Если вы не поняли, это все было сказано с иронией. Потому что откуда-то дует ветер, с какого-то горят жиром комбината какого-то. Машка жира комбината. Ну, причем пахнет реально какашкой. Маргарином пахнет. Это маргарином, да, каким-то противным. Вы вычеркнили это потом, не портили. Да-да, но вообще нет. Это все классно и красиво. Слушайте, ребята, интересно. К нам вот сейчас 10 часов. К нам подошел охранник и сказал, что кремль закрывается. И он, я так понял, идет и всем об этом говорит. Вообще интересно. Так что мы идем на выход. Тут такой герб и висит у Нижнего Новгорода. Смотрите, какой красивый. Символ оленя. Да, олень. Олень, символ Нижнего Новгорода. Да, на самом деле, символ этот, почему нашего города? Потому что в свое время, когда враги подходили к Кремлю, животные бежали вперед перед армией, напугались ее. И по ним было видно, что приближается какой-то отряд врага. На самом деле это не олень, это должен быть лось. Потому что олени в нашей области не водятся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...